Дальше, смотрите, есть три типа голоса. Вот мы слушаем этот звук и повторяем вместе с ним «Я желаю всем счастья». Как повторяем? Три типа звука. Вот смотрите, я повторяю. «Я желаю всем счастья!» Это эмоциональный звук, он судьбу не побеждает, он улучшает настроение просто. Все. Второй вариант. «Я желаю всем счастья!» Это звук судьбы не побеждает, это звук вашего характера просто. Ну вы хороший человек, всем желает счастья, но от этого никому ничего лучше не станет. Допустим, у вас тяжелая судьба, вы уже так не скажете в «Будьте воздействовать!» «Я желаю всем счастья!» Понимаете? Вот и все, что у вас получится. Теперь есть третий тип звука, это называется звук памяти. Вот послушайте меня сейчас, я включаю на арамейском языке, на языке, на котором говорил Иисус Христос, включаю православную молитву «Отче нашим». Почему я сейчас включаю, почему мы под нее будем повторять? Потому что здесь христианская культура. Понимаете? В Казахстане я мусульманскую включаю, в Израиле еврейскую, в Китае, когда был, включил звук «Ом». Понятно? То есть я включаю то, что людям здесь, ну, принято для людей. Итак, вот смотрите, я сейчас включу этот звук и буду, слушая сильно те, кто молится, повторять звуком памяти. Вы сейчас услышите этот звук, как он отличается? И этот звук похож на то, что вы слышали до этого. Вот смотрите. Видите, тоже «О-О-О-О-О-О-О». Вот эта молитва такая густа в сердце. Вот чем я занимаюсь в это время, когда это повторяю? Я сильно вспоминаю, как они поют и стараюсь в их настроении петь, фактически сливаюсь своим звуком с ними. Это называется звук памяти или звук разума или звук, побеждающий судьбу. Когда звук человека соединяется с памятью, память отступает от сердца и начинает подчиняться воле Бога. То есть Бог хочет, чтобы мы победили судьбу, хочет, но для этого мы должны с Ним свою память соединить. Это наше доказательство, что мы согласны на Его волю, на добрую на Его волю. Так вот, запомните, молитва это как раз соединение памяти с волей Бога. И она возможна только в том случае, если кто-то еще молится рядом, потому что в наше время люди не способны своей памятью думать о Боге своими силами. Для этого такая возможность есть только в том случае, если вы получили контакт с Богом или Его милость. Если вы Бога чувствуете, любите Его, можете сами думать о Нем и молиться. Но если этого не произошло, только с кем-то.